Воробей Ну почему? Непонятно Вот упала снежинка на асфальт Блестит, сверкает А тонкий белый коврик увеличился на одну звездочку Вот упала снежинка в лужу Мутное пятнышко, а потом у совсем ничего Непонятно Покруженный в свои размышления Воробей Совершенно не обращал внимания на то, что происходит вокруг А вокруг были люди Ездили машины, травились другие воробьи Но не это главное Задумавшийся воробей не видел страшного кота Это был тощий, облезлый, бродячий кот Кот следил за воробьем и за колеса ближайшей машины Сейчас, думал кот, прыжок и полетят серые перышки Он собрался в комок тугой, как пружина И прыгнул А воробей все следил за снежинками и совсем не ждал нападения Он был так занят, что даже не испугался Слишком занимали его снежинки Воробей мхнул крылышком, попал коту в глаз и сердито проворчал «Да не мешайте вы!» Кот опешил У него даже аппетит пропал Потирая поцарапанный глаз, он прошипел «И ты соображаешь, с кем ты разговариваешь?» Воробей наконец понял, что к чему И, конечно же, сразу испугался «Соображаю!» Сказал он, снизу вверх глядя на кота А потом снова стал следить за снежинками А блесный кот распушился остатками шерсти «Ну и ну!» Просерженно подумал он «Что же я не съел его еще?» Подумал так кот и сел рядом Что-то мешало ему кинуться на воробья Вероятно, отчаянная смелость птички Ведь кот не знал, что воробей не улетает только от страха Забыл, что умеет летать «Съем ведь!» Как-то нерешительно сказал кот Воробей обреченно вздохнул А кот вдруг заинтересовался Что это рассматривает воробей «Ты что, в ложе устарился?» Спросил облезлый кот «Рассматриваю!» Совсем испуганно чирикнул воробей И робко пятясь назад воробей сказал «Чудок, чудо какое-то получается!» Лужа снежинки хватает И, испугавшись еще больше, воробей взлетел А кот уже было не до воробья Его заинтересовала история со снежинками Он сидел возле лужицы и думал «Почему так получается?» Упала снежинка на асфальт Лежит, свекает Упала в лужу и исчезла «Почему же так?» «Непонятно» Ну вот, и наступил вечер Я весь ночная птица Сова В нем в лесу шумно, весело, беспокойно А ночью совсем другое дело Тихо А все потому, что я в ночном лесу за порядок отвечаю Все в лесной книге отмечаю «Кажется, гуляет кто-то Но не померещилось ли мне?» «А, это Туман, только какой-то больно грустный сегодня» «Туман, что с тобой?» «Ах, как мне грустно!» «Грустно и одиноко, у меня никого нет» «Такое случается иногда» «Я так люблю играть в прятки, например» «Или в жмурку» «Я даже могу превратиться со множества белых клубочков» «Но никто, никто не хочет со мной поиграть» «Я могу растереться пушистым ковром» «Но это тоже никому не нужно» «Я так хочу иметь друга» «Мне просто необходимо с Келев подружиться» «А то я растаю от печали и грустно» «А это гораздо хуже, чем испариться от солнца» «Растать от печали – это действительно намного обиднее, чем растаять от первых очей солнца и не появляться до самого вечера» «Туман, а ты попробуй поискать себе друга» «Сова, послушай, а ты бы не могла стать моим другом?» «Играть со мной! Помоги скоротать эту ночь» «Скоротать эту ночь? Ну уж нет! Я предпочитаю, чтобы ночь была длинной-предлинной» «Тому, так сказать, мне некогда играть» «Я, так сказать, нахожусь на службе» «Так что поищи себе друга» «Постой!» «Улетела! А может быть я сам найду себе друга» «Нам будет очень весело! Мы будем играть и веселиться» «Там точно кто-то есть» «Тух-тух! Я тропинка! А что ты делаешь?» «Я бы ничего не знал с хорошей высокой травой» «А потом ныряю в лес» «Тропинка! А тропинка! А ты бы не могла стать моим другом?» «Пожалуйста, твоим другом, а как мы будем дружить?» «Мы будем замечательно дружить!» «И ты и я, мы знаем много интересного» «Я, потому что могу приподняться и разглядеть все» «А ты, потому что бежишь далеко, через лес, через луг и тоже много видишь» «Вот мы и будем рассказывать друг другу разные разности» «Это было бы очень хорошо, только я уж очень длинный и не могу находиться на одном месте» «Поэтому я тебя сейчас прекрасно слушаю» «А через минуту буду далеко, я не смогу очистить ни слова» «Не беда! Смотри! Рабинка, я могу опутать тебя всю! Вот так!» «Не слышу! Рабинка! Не слышу! Не слышу!» «Рабинка такой густой, что против тебя я никого и ничего не вижу и не слышу» «А если вдруг Старин из них пойдет домой и заблудится» «Милый ты, мам, прости, но мы не можем быть друзьями» «Я понимаю» «Ой, что это? Белики, что-то белее» «Интересно, и я белый, просто мы сможем подружиться» «Так, это береза, целая березовая роща» «Ваши листва при лунном свете почти невидимы» «А кара стволов при лунном свете, кажется, еще белее» «Милые березы, вы так красивы! А я, кстати, так одинокая» «Станьте моими друзьями, пожалуйста» «Мы бы рады, но мы красивы, ведь ты тоже так считаешь» «Конечно, вы очень красивы, вы прекрасны, но ваша красота может не мешать нашей дружбе» «Да, может» «Если мы будем с тобой дружить, если пустим тебя в нашу рощу, мы будто исчезнем» «Ты белый и мы белые» «Никто не сможет нами любоваться, а зачем тогда наша красота» «Но сейчас ночь? Для кого же ваша красота?» «Как? А ночные цветы? Ночные мотыльки? Ветер ночной? А сама ночь?» «Нет, прости, мертвый туман, но мы не можем с тобой дружить, не обижайся» «Как, оказывается, найти трудно друга? И можно ли вообще найти? Может, его здесь нет» «Ой, стой! Ну уж с этим белым клубочком я обязательно подружусь» «Ты кто, заяц? А ты кто? Я тебя боюсь» «Заяц, ну конечно ты заяц! Теперь я вижу, а я туман, ты меня не бойся! Я хочу с тобой дружить» «Согласен! Согласен! Согласен! Я на все согласен, потому что я очень боюсь» «Давай утром начнем дружить» «Нет, нет, не утром! Сейчас! Утром я растаю! Я вообще могу быть только ночью» «А ночью? А ночью? Я так боюсь, что считай, меня фактически нет» «Извини, туман, дружить с тобой я не могу» «Извинись, ты домой» «Ну что за несчастный я такой? Почему со мной никто не дружит? Почему со мной никто не дружит?» «Плачешь? Кто-то, я смотрю, роса выпала, а это ты плачешь, глупый» «Почему глупый? Потому что так не бывает, чтобы кто-то никому не нужен был» «Ты точно знаешь?» «Я сова! Могу ли я знать, что ты не точно? И ты знаешь, кому необходим я?» «Знаю! Жаль! Жаль, конечно, что ты сам друга не нашел! Ну ладно, я тебе помогу, лети за мной» «Сова, смотри! Кажется, озеро жалует» «Озеро! Что случилось? Из-за чего ты плачешь?» «Ах, беда, беда, беда у меня! Сейчас выйду из берегов от слез» «Ты плачешь?» «Нет, не я! Плачут мои рыбы, что у меня живут! Слишком ярко светят звезды! Свет звезд дробится в моей воде и становится еще ярче и слепит моих рыб! Они не могут уснуть! Они столько уже слез наплакали, что моя вода и их слезы не вмещаются во мне! Мне так жалко моих бедных рыб!» «Кажется, я знаю, кто тебе может помочь! Позволь! Я повесну над головой пушистым ковром! И никакие лучи прекрасные, но немного беззаботные звезд потонут! И не смогут ослепить даже самую беззаботную рыбку!» «Спасибо тебе! Спасибо! Ты настоящий друг!» «Нет, спасибо тебе!» «Мне? За что?» «За то, что я тебе нужен!» «Вот теперь в лесу действительно все хорошо! Два друга озера и туман о чем-то беседуют! Ну, или просто молчат! Но самое главное, что я оказалась совершенно права! Ведь каждый на свете кому-то нужен!» «Браво!» «Жил обыкновенный котенок! Только имя у него было не совсем обыкновенный! Его звали Цветик, потому что он очень любил цвет! А точнее, лампу! А совсем точно, настольную лампу!» Он ей сказал, «Ты такая красивая!» «Так надо!» «Ответила лампа!» «А почему возле тебя так тепло?» «Так надо!» «А ты... «Ты всегда будешь с нами? Ты всегда будешь так светить?» «Правда?» «Да!» «Так надо!» «Так надо!» «И погасло!» «И погасли все лампы в доме!» «Пробки перегорели!» «Ну, ничего, ты не волнуйся! Я сейчас их починю! Только свечку иду!» Котёнок стараясь ничего не уронить с проёса со стола, хозяин уже нашёл свечку, зажёг её и поставил на табурятки в приходе. Котёнок как увидел её, так и замер на месте. «Ой!» «Ой!» «Сказал он!» «От такого... от такого... от такого чуда он все слова забыл!» «Ой!» «Ты такой красивый!» «Сказал он огоньку!» «Что ты?» «Ответил огонёк!» «Я обычный... я обычный огонёк!» «С обычной свечкой!» «И возле тебя так тепло!» «Ты мне нравишься!» «Правда?» «Сказал огонёк неуверенно!» «Ответил огонёк легко затрясся!» «А ты... ты всегда будешь с нами?» «Ты всегда будешь так светить?» «Хотелось бы!» «Сказал огонёк!» «И вдруг все... зажигаются лампы в доме!» «Хозяин берёт свечку и сдувает её!» «Ну, пошли!» «Сказал он огонёк!» «Хоть и котам не положено на нас или сидеть, я без тебя работать не могу!» «Он посадил котёнка под самой лампой!» «Но котёнок не смотрел на неё!» «Он о чём-то думал!» «Конец!» «Он страшно волновался!» «А вдруг жена, как и обещала, выбросить его любимцы!» «Но нет!» «Толстопузик на месте, в своём уголке!» «Зато жены, Веры Викторовны, можно сказать, нет дома!» «Так беззвучно встретила она мужа, не оторвав глаз от книги!» «Она не разделяла, мягко говоря, любви мужа к толстопузику!» «Лев Сергеевич знал об этом отлично!» «Но не мог, просто был не в силах отказаться от удовольствия, держать дома эту безобидную желатинку!» «Домашнее животное, справедливо утверждал он, делает человека добрее!» «Не замечая воинственной холодности жены, Лев Сергеевич весело заговорил!» «Погода-то! Погода, Верочка! Ну просто чудо!» «Рыба на сковороде!» «Компот в кастрюле!» «Ответила Вера Викторовна, на секунду не останет впечатления!» «Не идёт на контакт!» «Грустно подумал Лев Сергеевич!» «Из-за него, из-за толстопузика!» «Но чем мешает бедная животинка?» «Сидит себе тихонько в уголке за дверью!» «Не слышно, не видно его!» «Лев Сергеевич решил попробовать ещё раз!» «Верочка, ты только представь!» «Лифт опять сломался!» «Третий раз за неделю!» «У меня просто ноги отваливаются!» «Не отвалятся!» «Пока без эмоций ответила одна!» «Лиф Сергеевич потоптался на месте!» «Верочка, я знаю, ты из-за него, из-за толстопузика сердишься!» «Не умею же я права держать такое безобидное и нетребовательное животное!» «Ведь это не дог Петровских!» «Ни от горских котищей Якушевых!» «Ни попугая Литвиновых!» «Полетела в сторону книга Веры Викторовны!» «Взорвалась жена любителей безобидных животных!» «Пусть бы он заглатывал мясо больше дога!» «Пусть бы он разограл всю мебель, как кот Якушевых!» «Пусть бы он выкрикивал слова!» «Не те, что нужно, чем плести свою идиотскую паутину!» «Пусть бы он разноцветный!» «Когда наплывала ночь, приходило время спать, сон забирался под подушки к маленьким и взрослым!» «Сорв Сон проскальзывал под подстилки к ласковым кошкам и даже самым сердитым собакам. Заберется сон под подушку или под подстилку, начинает рассказывать разные интересные истории. Сон проскальзывал под подстилку. Добрый сон знал множество забавных сказок и историй. Например, мамам сон рассказывал о том, что их дочки получали пятерки по рисованию или о том, что пирожки в последнее воскресенье очень удались. Девочкам сон дарил сказку о том, что все на свете воробьи и вороны превратились в прекрасный жар птиц. Это было слишком ярко, но очень красиво. Веселым котятам добрый сон напоминал о том, как весело играть с бумажным бантиком, о щенятам о вкусной косточке. Просто невозможно вспомнить все, что знал добрый сон. Добрый сон рассказывал о заснеженных сказочных зимних деревьях, о зеленой при зеленой летней траве, о ледяных сосульках, о красной землянике и еще о веселых и красивых куклах. Добрый сон, наверное, потому и был добрым и веселым, что постоянно рассказывал о приятных вещах. Ночью все спят, а потому забот у доброго сна хватало. Одному успей присниться, другому здесь успей, там не опоздать. А если опоздает добрый сон, тогда беда. Его опередит сон злой. Злой грустный сон не рассказывал веселых добрых сказок. Все его истории были печальными и даже страшноватыми. Злой грустный сон не рассказывал веселых добрых сказок. «Ау! Ау! Ау!» Или про Ангину, или про то, как поссорились лучшие друзья. «Ау! Ау!» «Ау! Ау! 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 Ау!» «Ау! Ау! Ау! Ау!» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА После такого сна обязательно болит голова или плакать хочется. Поэтому добрый сон всегда старался прошмыгнуть под подушку раньше злого. Добрый сон всегда старался защитить нас от сна злого. Но как не торопился добрый сон, не каждый раз удавалось ему уберечь всех от сна злого. И тогда вот что придумал добрый сон. Я поговорю со злым сном и постараюсь убедить его, чтобы он больше не рассказывал свои страшные и грустные сказки. Сап решил добрый сон. И вот в стороне сказок у волшебного озера возле елки смешинок и грустинок «Встретились два сна». Добрый и злой. Поговорить встретились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Злой сон. А злой сон, ты почему молчишь? Ответь. А он молчит. А ты злишься почему? Почему ты злишься? Почему ты такой грустный? Что ж ты молчишь? А он молчит и вздыхает. Что ты вздыхаешь? Может, ты вообще и не злой сон? Может, ты просто грустный? Может быть, просто не знаешь ни одной доброй сказки? И поэтому ты такой грустный. Снова вздохнул сон. То ли злой, то ли грустный. Вздохнул, но на этот раз как будто с облегчением. Добрый сон. Ах, добрый сон. Мне так грустно, не грустно. Я совсем не хочу быть злым. Но дело в том, дело в том, дело в том, что ты мне, наверное, не поверишь. Но я правда не знаю ни одной доброй сказки. Не помню. Не помню. Что же мне с тобой делать? Не знаю. В это время волшебная елка, под которой разговаривали сны, елка с мишинок и грустинок, зашуршала своими иголками. Сны прислушались. Тогда елка уронила одну иголку. Затем еще одну, еще, еще и падали листочки. Падали иголки. И превращались в яркие разноцветные листы с веселыми картинками. Листочки ли бери одна на другой. А две последние упавшие иголки превратились в замечательную зеленую обложку. И получилась книжка. Вот что было написано. Где у нас книжка? Добрые сказки. Катя. Елка, милая елка, как ты хорошо придумала. Теперь злой сон будет читать добрые сказки и рассказывать их во снах. Перестанешь рассказывать злые сказки? Перестану. С тех пор, перед тем, как приснится кому-то, он читает одну из добрых сказок. Прочитал уже почти всю книжку. Некоторые сказки. Но иногда по старой злой привычке он забывается и рассказывает печальные сказки. Реже, все реже и реже так получается, ведь он уже не злой, а наполовину добрый, не грустный, а наполовину веселый. Скоро сон дочитает подаренную волшебной елкой книжку добрых сказок и станет обыкновенным, добрым, веселым сном. Подождем? Подождем. Подождем. Браво. Спасибо, ребята. Брусиков Алексей и Брусиков Пулаша. Брусиков Алексей и Брусиков Попланируйтесь нам, ребята. Попланируйтесь. Сталья Абрамцева. Сказка, чудеса, да и только. Пожалуйста, никогда не выбрасывайте старые сахарницы. Если у вас появился новый сервис, старую ненужную сахарницу, хорошенько вымойте, высушите и поставьте на самую дальнюю полку буфета. И тогда, может быть, в вашем доме некоторое время будут твориться разные удивительные вещи. А это совсем неплохо. В старых сахарницах любят жить струмышки. А струмышки, эти сказочные существа, больше всего на свете, любят устраивать людям разные приятные удивительные неожиданности. А струмышки, это совсем не мышки, и не лягушки, и не воробушки. Такие они непрочные, придуманные, ветреные. От одного человеческого взгляда мгновенно превращаются в летучую золотистую пыль. Но те, у кого легкий взгляд и веселые глаза, видели и рассказывали, что струмышки похожи на клубочки желтого, необыкновенно легкого, пушистого меха. А глаза у струмышек, одни говорят, калии, другие фиолетовые, а третьи синие. И это правда. Глаза у всех струмышек разные. Струмышка из этой сказки зеленоглазая, как новогодняя елка, что сегодня принесли в дом. И сияют ее глаза, словно новогодние игрушки и мишура. Струмышка поселилась в красной, с белыми горошинами, сахарнице, которую мама убрала за ненадобностью. Семья, где поселилась зеленоглазая струмышка, самая обыкновенная. Мама – партниха, папа – инженер. У него есть любимые занятия – делать механические игрушки. А еще дочка, девочка, девочка, как девочка, пятерки, тройки, бантики, джинсы. Спокойно жила семья, без всяких несуразностей. И вот под самый Новый год началось. Струмышка выбралась из сахарицы, золотистым парашютом покружилась над спящими хозяевами квартиры. Своими зелеными глазами заглянула в их сны, чтобы с каждым познакомиться получше. Придумала первую приятную странность, рассмеялась тихонько и принялась за дело. А как делала струмышка свое дело? Спрашивать не станет. В переградоводьий день у всех мам забот не в проворот. У нашей мамы, конечно же, тоже ей необходимо было найти любимые конфеты семьи – карамель, дышенка. Купила мама нужные конфеты, пришла домой и рассыпала их на красивое большое блюдо, чтобы видно было, как их много. Дочка прыгала рядом, папа с удовольствием потирал руки. Мама радовалась. Струмышка, само собой, сидела рядом на столе. Вдруг рассыпалась струмышка. Золотистая пыль загружилась у всех глазах. И вдруг мама, папа, девочка увидели, что огромное блюдо наполнено не конфетами и карамелями, а настоящими, сочными, спелыми вишнями. Как не любили все карамель, но настоящие ягоды, да еще и зимой, что за чудо? Ну, ты у нас просто волшебница, сказал папа. Настоящие ягоды, не мороженые какие-нибудь, а настоящие, словно только что с ветки. Усталая мама не знала, что и подумать, но обрадовалась вместе со всеми и принялась за свои дела. Некогда было думать, что произошло. А папа сел заканчивать свой новогодний подарок. Кружечный вертолет. Струмышка его уже дожидается. Только папа ее не видит, ведь она осыпается от взгляда человека. Вдруг золотистая пыль закружилась в глазах у папы. Вдруг смотрит папа и ничего не понимает. За какую-то неуловимую секунду серьезная летающая машина превратилась в трех совершенно легкомысленных, квакающих лягушат. Можно ли в это поверить? Нет, конечно. А можно ли не поверить, если видишь своими глазами? Вот сидел папа и не знал, верить или нет. Но вот пришла мама. Все-таки у тебя золотые руки, сказала она. Только ты мог сделать таких забавных лягушат. И поверить маме папа действительно не мог. Да и каждому ясно, что квакающие и веселые лягушата гораздо лучше обыкновенного вертолета. А струбышка удалилась в свою садницу готовить сюрприз для девочки. Лягушата необыкновенно хороши, из белой вишни вкусные и красивые. Но есть у девочки мечта. Год назад ей подарили книжку про кошек, на обложке которой был нарисован маленький рыжий котенок. Очень хотелось девочке такого котенка. Но все не до него было. То мама занята, то папа в командировке. Вдруг, ровно в двенадцать часов, как добили куранты, знакомая злодистая пыль, закружила на ногах мамы, папы, девочки и над всем праздничным столом. И вдруг из-под елки вышел маленький рыжий котенок и влез на стол. Он вся рядом с тарелкой девочки. Наверное, был голоден. Мама думала, что это подарок от папы. Папа думал, что котенка девочке подарила мама. А девочка не успела ничего подумать. Она просто радовалась. Только струбышка знала, в чем дело. Вот и кончились приятные новогодние неожиданности в этом доме. Никто в семье не удивился струбышкиным чудесам. Ни первому, ни второму, ни третьему. Так устроены люди. Добрым чудесам не удивляются. Их просто помнят. Струбышки, пора перебираться в другую сахарницу. Других людей удивлять. Она им нужна. Не очень весело жить без веселых, добрых струбышек. Не выбрасывайте, пожалуйста, старые сахарницы. И что рыжий цвет не такой уж простой, как, скажем, цвет серый. Зато она знала, что такое друг. Ее друга звали Солнце. Однажды Солнце проплывало по небу и заметило на земле что-то очень солнечное. Солнце спросило, кто это, не мой или солнечный зайчик? Рыжка обиженно ответила, какой же я зайчик? Я кошечка. И не солнечная, а меховая. Солнце прищурилось и увидело. Действительно. Прости, я не заметила. Очень далеко от тебя была. Ты уж такая маленькая. Рыжка ответила. Вырасту. Конечно, вырастешь, сказала Солнце. Солнце... Солнце познакомилось с рыжкой так. Сначала Солнце проплывало. Ну и Рыжка его увидела. Она решила с ним познакомиться. Солнце каждый день ей рассказывало, как происходит на свете. Что какая-то туча с какой-то грозой поссорилась. И что какие-то горы с каким-то облаком подружились. А Рыжка ей рассказывала, как живут люди в своем красочном летнем домике. Однажды Рыжка решила прогуляться по тропинке. Увидела сначала мак. Она спросила их, как я вам, красивая? Маки ответили, нет, некрасивая. И цвет у тебя некрасивый. Рыжка не очень обиделась, но пошла дальше. Она увидела ноготочек. Рыжка спросила их, как я вам, красивая? Они тоже ей ответили, что нет. Пришло Солнце, и она тогда рассказала все об этом. Но Солнце ответило, ты совсем не некрасивая, ты очень даже красивая. Рыжка тогда ответила, ну что же они такие, всегда будут злые. Они не злые, просто они глупые и не совсем все понимают. И рыжка ответила, ну я же тоже не совсем все понимаю. А Солнце и говорит, ну я же тебе говорила, вырастешь. Конечно, вырасту. Я сегодня хотела бы прочитать два посвящения. Одно из них посвящено рыжей сказке, а второе я расскажу о нем чуть позже. Ты рыжая кошка. И что же? Так рыжей быть очень обидно? Нет, я же на Солнце похожа. А нам ваше сходство не видно. И рыжка обиделась очень, и было на сердце тревожно. Ах, вот бы всем нравится, очень. Но вряд ли такое возможно. А Солнце раздвинуло серость. Эй, рыжка, не плачь, я вернулась. И рыжке смеяться хотелось. Сквозь слезы она улыбнулась. Ты рыжая, ты уникальна. На свете таких очень мало. Быть рыжей совсем ненормально, печальная рыжка сказала. А Солнце смеялось. Но ты же добрее, а в чем-то мудрее. Пожалуйста, рыжка, будь рыжей. А нам вместе с тобой веселее. Мы будем играть и смеяться. Пусть смотрят на нас восхищенных. Быть рыжей не надо бояться. Не бойтесь быть белой вороной. Там мы с Татьяной Геннадьевной разговаривали. Вчера, наверное, скорее всего, со всех нас. Потому что из берегов каждый может выйти, а вот обратно вернуться. Про речку, которая была красивой, звонкой, чистой. Но вышла из берегов и превратилась в болото. Я часто выхожу из берегов. Топлю дома по самой их крыше. И слушаю голос из-под облаков. Эй, речка, пожалуйста, потише. Казалось, ссора только началась. Сказали, сделали, бурлит поток могучий. И понеслось. И речка разлилась, и гонит тину, собирая в кучи. А может быть, остаться в берегах, в себе любимой, и не обижаться. Ведь зло порою не во всех словах способно так надолго задержаться. Давайте просто будем вспоминать хорошее и ласковое что-то. А если берег будешь покидать, то ты не речкой будешь, а болотом. Ну что, ребята, чем порадуем бабушку елку? Потише. Берите, бурлит. Это не просто день рождения, а целый сотый. Послушайте меня, хоть и считается, что слуха у меня медведей нет. А все-таки я точно знаю, что лучше всего в нашем лесу поет розовый дроз. И что, попросили его спить для елки свои песенки? Нет, 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 нет. Он поет их часто. Нельзя дарить то, что он дарит каждый день. Точно нельзя дарить уже подаренное. Скажите, ребята, если бы вам подарили игрушку, с которой вы уже целый год играете, обрадовались бы вы? Нет. А если бы подарили книжку, которую вы уже целый год читаете, обрадовались бы? Нет. Да, пожалуй, прям не стоит дарить уже подаренное. Надо подарить, надо подарить что-то особенное, такое, такое, что у нее никогда не было. И что это? Я знаю, я знаю, что нужно сделать. Что? Что? Нужно спросить у самой елки, что она хочет себе на день рождения. Ах, Мишка, какой ты умный? Елка! Елочка! Ой, елочка, а почему ты такая хорошая? У тебя же день рождения! Мы все вместе пытаемся придумать, чем тебя порадовать. Только придумать не можем. Может, скажешь нам? Спасибо, друзья, спасибо. Ты порву тебе на день рождения. Наверное, я открою вам свою дань. Есть у меня заветное желание. Какое желание? Ах, она никогда не вспомнилась. А ты расскажи нам, какое у тебя желание? 99 раз встречала я свое день рождения с зеленым и зеленым летом. А ведь день рождения – это начало нового года в моей жизни. Новый год? Знаждение – это Новый год? А у нас у елок есть традиция встречать Новый год пушистым белым нарядом и снежином. Ах, я знаю, что даже вы, наверное, друзья, не сможете подарить мне единый снежин. Ты сейчас лету, поэтому мое заветное желание никогда не спорю. Что же делать? Как же сделать так, чтобы наша елочка не грустила, а радовалась? Ну, Мишка, ты живой, придумай что-нибудь. Да разве можно тут что-нибудь придумать? Ой, кто это? Что это? Ой, бабочка, какая она белая и пушистая. Ой, бабочка, а много ли у тебя подружек? Много, дедушка медведь, и в лесу, и на лбу, и в поле, и в березовой роще. И они такие же белые и пушистые, как ты? Да, да. И они так же похожи на снежинки? Похожи? Да, дедушка медведь. И однажды, сама остальная ей сказала мне, что я похожа на снежинку. По пути я и подумала, может, смогу вам помочь? Замечательно придумала, маленькая белая бабочка. Зависли их подружек. А вы, девочки-мальчики, поможете нам поздравить с елочкой? Давайте всем месяцам скажем. Поздравляем! Готовы? Поздравляем! Поздравляем! Спасибо, друзья, спасибо, ребят. Но это еще не все. Вы приготовите удивительный подарок. Милая елка, закрой только на одну минуту свои зеленые и призеленые глаза. Мам, какое чудо! Мое заветное желание исполнить. С днем рождения, елка! С Новым годом твоей жизни! В этом платье снежинка, настоящая красавица! Такого необыкновенного живого снега я еще никогда не увидела. Я счастлива! Я очень, очень счастлива! Море так и должно быть. Нам всем радостно жить на свете, когда рядом есть такие добрые и замечательные друзья. А в благодарность я хочу, чтобы каждый ребенок в этом зале стал таким же шелом, как бабочка. Вставайте со своих мест и повторяйте за нами. С Новым годом твоей жизни! С Новым годом твоей жизни! С Новым годом твоей жизни!